я думаю что мы полетели на луну потому что это в природе человека сталкиваться с трудностями это в природе его глубоко внутренней души нил армстронг мы выбрали полет на луну мы выбрали полет на луну в этом десятилетии и многое другое не потому что это просто а напротив потому что это сложно обратный отсчет на 20 руководство в канале 15 14 13 12 11 10 9 двигатели готовы запуск 5 4 3 2 1 икон вперед запуск это маленький шаг для человека но огромный для всего человечества вскоре после моего рождения нил армстронг стал первым человеком на луне и это было величайшим технологическим прорывом 20 века которые транслировали в прямом эфире сделав достоянием всех и каждого здесь все по-другому но весьма симпатично красиво красиво это нечто скажи видно на экране хилстон я вырос под тенью наца в маленьком городке наполовину ковбои наполовину астронавт они нашими соседями были техники и люди которые летали в космос я вырос с видением будущего где роботы убирают наши дома и это будущее было ясным компьютеры и интернет поначалу доступные только наца и университетом стали появляться в наших домах в восьмидесятых у меня появился первый компьютер комодор вик 20 а также хороший компьютер учиться программировать дома в девяносто седьмом величайший шахматист гарри каспаров потерпел сокрушительное поражение от компьютера возможно в будущем компьютеры заменят нас я имею ввиду будут контролировать нашу жизнь что это вскоре после этого милая игрушка ферби стала пиком моды сезон она содержала капельку искусственного интеллекта и больше вычислительных мощностей чем для полета на луну в 2008 я увидел вирусное видео с бигдогом четырехногим роботом он был разработан помогать войскам похоже что роботы стали чем-то большим чем просто игрушки что мы можем сделать чтобы обезопасить себя от автоматизации директора говорят что машины заменят людей на обычных роботов компании планируют заменять людей каждый день мы слышим истории как роботы заменяют нас по сегодняшним оценкам в 2013 году каждый третий потеряет работу из-за автоматизации я думаю что разработка искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы провидцы вроде стивена хокинга и илона маска предупреждают что несмотря на огромные преимущества которые дает искусственный интеллект он также может повлечь величайший в истории экзистенциальный кризис искусственный интеллект это призыв демона конечно это наше изобретение но что если мы достигнем некой поворотной эволюционной точки для искусственного интеллекта что если мы стоим на пороге рождение нового вида человечнее человека а а Субтитры создавал DimaTorzok